Робокоп Всем привет, Сальса Геймер у микрофона. Спасибо, что присоединились ко мне сегодня. Мясной шутер Robocop Rogue City стремительно мчится к релизу. Об этом говорят все чаще публикуемые кадры из демо-версии. Игра перенесет нас в погрязшие преступности Детройт. В городе появилась банда факелоголовых, которые занимаются распространением наркотика Ньюк. С ними и предстоит бороться роботу-полицейскому. Игра начнется с того, что наркомана захватят местное телевидение. Видимо, местные шоу им не очень нравятся. Демо старается нас сразу погрузить в мрачный мир Детройта. Алтура! Вы понимаете, что это преподносит как отлично сделанные на Unreal Engine 5 локации, создающие атмосферу очень криминализированного большого города. Но при первом же внимательном взгляде все рушится. Санитары, качающие воздух. Выстрел Льюис убивает глаз и мозг главарю, а заложницу даже каплей крови не задело. В игре это очень напряженный и драматичный момент. Автор, он не стал бы драматичнее, если бы визжащую заложницу еще и кровью забрызгало. Не стал бы? Модельки вокруг отвратительно сделаны, текстуры проходят друг сквозь друга, город мало населен, а все движения людей дерганные, картонные. Модельки смотрятся плохо. И собственно на этом можно было бы закончить разбор, но это только начало. Игра заявлена как мясной шутер. Так давайте посмотрим на геймплей. В игре будет 20 видов оружия, два из них это штатное вооружение киборга. Остальное можно отобрать у бандитов. И на всех локациях, что пока показали, протагонист был неуязвим для стрелкового оружия. Это был просто тир для отстрела мишеней. Противники не представляли для него никакой угрозы. Тем более, что инстинкты самосохранения они лишены и прут на киборгово-лобовую. А для эффекта из них хлещет просто литр крови. Нанесенный урон практически за пару секунд восстанавливается нажатием клавиши. А лекарство валяется повсюду. Назвать это мясным шутером даже не знают. Для меня мясной шутер это толпа врагов и приходится быстро перемещаться, менять быстро оружие и подбирать патроны. Здесь даже патроны у пистолета не заканчиваются. И даже если бы они закончились, удар кулака сносит любого врага. При такой системе прятаться за укрытие просто не нужно. И цельца тоже. Такого же хочет каждый, кто играет в шутеры. Помимо перестрелок нам предстоит заниматься арестом и конвоированием заключенных, сбором улик и допросами, а также работой с населением. В свободное от основного сюжета время можно патрулировать город и брать дополнительные задания. Вы можете также подслушать разговоры, из которых узнаете о второстепенных миссиях. Второстепенные миссии представляют собой истории обычных граждан, которые пострадали от рук бандитов. Вы можете игнорировать их, помогать и максимально стараться выполнить все их просьбы. Или же выполнить свою работу, игнорируя желание собеседника. Для этого вам дадут во время диалогов несколько вариантов ответов, в зависимости от которых вы увидите одну из концовок. Да, и говорить вы будете здесь гораздо чаще, чем стрелять. Болтать с населением, с напарницей Льюис, с задержанными, со свидетелями, с коллегами, болтать и болтать. Даже несколько сюжетных миссий можно пройти мирным путем, уговорив злодеев сдаться. Почти за час демо шутер занимает всего 15-20 минут, а все остальное болтовня. Мне даже кажется, что весь выбор в диалогах в итоге сойдется к тому, что останется ли Алекс Мерфи бездушной машиной, слепо следующей страницей закона или станет человеком. Увидеть же финал можно в среднем через 20-30 часов игры. И без того неуязвимый киборг будет иметь прокачку, улучшающую его навыки и модернизирующую оружие. Каждый уровень основной кампании будет прибавлять Робокопу особые умения, вроде замедления времени или резкого форсажа вправо или влево. У Робокопа будет особая ветка прокачки социальных навыков. Она будет удваивать очки доверия населения и открывать новые варианты ответов. И поймите правильно, я не против шутеров, в котором киборг ходит и наводит порядок в ночлежках и барах. Но для меня Робокоп это в первую очередь история бескорыстного и сильного полицейского, который борется с преступностью. Чему был посвящен первый фильм. Преступники, повязанные с жадными корпоративными работниками, правят городом. Преступники заправляют теневым бизнесом благодаря коррупции и покровительству чиновников. С ними рядом корпораты, которых волнует только прибыль. А сколько людей при этом погибнет, им неинтересно. А жалкая горстка полицейских, оставшаяся верной своим принципам, ничего не могут с этим сделать. Бандиты убивают их каждый день. Они ничего с этим не могут поделать. И тут появляется робот-полицейский. Он не подкупен, потому что ему не нужны деньги. У него нет социальных связей, семьи, поэтому его нечем шантажировать. Он практически неуязвим для бандитов физически. Он следует строгой букве закона и не дает поблажек. И как будут вести себя в подобных обстоятельствах продажные полицейские, корпораты, бандиты, наблюдать интересно. Этот сюжет не новый, он даже был в книгах Терри Пратчета, но всегда интересен. Интереснее, чем растянутая история борьбы киборга с наркомафией. По итогу у нас получается среднячковая игра, паразитирующая на ностальгии игроков. Для того, чтобы выдавить из игроков ностальгии, разработчики покадрово временами цитируют оригинальный фильм. Робокопу подарили оригинальный голос из фильма. Второстепенным персонажам, напарнице Льюис и Капитану, знакомы внешность сыгравших их актеров из трилогии. Но лично на мне не сработало, ностальгия не выдавилась. Игра должна выйти уже осенью на ПК, Плейстейшн 5, Иксбокс Сирис Икс С и даже не Нендо Свитч. Русского языка в ней не будет. Пока-пока и не бомби по пустякам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok